Добрый вечер дорогие друзья! В эфире телеканал Автоплюс, программа Попутчик. Меня зовут Сева Кущинский, рад новой встрече с вами. Впереди у нас, как всегда, 60 минут интересной дискуссии. И, если можно сказать так, эпиграфом к нашей программе сегодняшний, я бы хотел произвести такие слова. Пути Господни неисповедимы, и это подтверждает судьба нашего сегодняшнего гостя. Вадим Притуляк, мотогонщик, но человек, который, уже будучи таким половозрелым, с сложившимся мужчиной, мужиком, вдруг взял в корне поменял свою жизнь. Вадим, привет! Спасибо, что нашел время посетить наш тудик. Итак, до 38 лет даже не знал, что такое мотоцикл, да? И вдруг, потом вдруг сел, поехал и стал выигрывать, и дошел до Дакара. На самом деле, впервые на мотоцикл я сел в 11 лет. Это был тяжелый мотоцикл Днепр, моего отца. Во втором классе даже это было, да. И после 11 лет я практически не катался на мотоциклах. И иногда, глядя на спортсмена, я думал, что они делают. Это же опасно, настолько опасно. Но потом один раз попробовав в горах, проехав на мотоцикле эндоро, класса эндоро, мне настолько это понравилось, что я начал тренироваться, начал заниматься, тренировки стали регулярными. И я вам скажу, что ничего не может заменить тех ощущений, которые получаешь, например, находясь в горах на мотоцикле. Ты за несколько минут, за несколько часов можешь увидеть то, что обычный турист не может увидеть за месяц, за два. Об этом сейчас будем говорить целый час. Я должен напомнить нашим телезрителям, что Телеканал Автоплюс объявляет конкурс на звание лучшего спортивного года по мнению телезрителей. Это голосование. Вы, наши телезрители, главные судьи. И мы ждем от вас ваших откликов. Заходите, пожалуйста, на сайт Телеканала Автоплюс. Голосуйте, выбирайте лучший спортивный автомобиль. Адрес нашего сайта автоплюств.ком. Пожалуйста, принимайте участие в голосовании. Итак, те ощущения, которые ты не можешь забыть. Я не знаю, как можно ли их описать словами, но, дойдя до Дакара, ты все-таки не смог сохранить в себе все эти эмоции и выложил в книге, да? Да, конечно. Основная идея создания этой книги, написания этой книги, все-таки поделиться теми ощущениями, которые переполняют во время прохождения гонки. И многие много пишут о Дакаре, да? Ну, это какие-то публикации журналистов, которые разговаривали с гонщиками. Но изнутри ощущение, изнутри как ты переживаешь все это. Тем более мотоциклистов у нас, по крайней мере, на территории бывших стран, стран бывшего СССР, еще никто как бы не брался за это. Во-вторых, я хотел бы поделиться своей такой идеей, не знаю, как это, идея, не идея, но... Мое поколение, это поколение молодых, в то время молодых ребят, которые жили в эпоху перемен, это поколение воинов-афганцев, это поколение людей, которые сейчас... Очень многие не могли себе найти место в жизни. И я в книге выкладываю, что в 38 лет, в 40 лет жизнь может действительно круто поменяться. И это неплохо. И это неплохо, да, конечно, неплохо. И я даже так написал, что... Я осуществил мечту миллионов мальчишек стать гонщиком, пусть даже после 40-ка. А что должно было произойти в жизни военного, чтобы вдруг оставить карьеру, хотя, как ты сам говоришь, бывших не бывает? Гражданская специальность переводчик. Переводчик-референт, но я занимался бизнесом. И дело в том, что... Корейский язык, да? У меня английский. Английский. Английский? Английский, но я знал. Я был очень часто в Южной Корее и немножко разговаривал. Немножко разговаривал, но не надо в крови. Да. И дело в том, что я два года посвятил... Два года своей жизни провел в Суворовском училище. Затем закончил факультет разведки Киевско-общеринского училища. Служил офицером разведподразделения. Вот потом Союз распался и вот как у разбитого корыта... Не нашел себя... Не нашел себя... Нашел себя как? Я начал заниматься бизнесом, как бы... Знание английского языка, иностранного языка помогло. Но когда я впервые участвовал в соревнованиях, в ралли-рейде, я понял, почему мне это так нравится. Потому что вот она пустыня, вот, ну не знаю, пустыня, степь, горы, еще что-нибудь. Навигационные приборы, легенда, и тебе нужно найти тот маршрут, который... дойти до финиша. И ты один на один совсем? Ты один на один. То же самое, как разведчики, то же самое, как... Как говорят на фронте, все по чесноку. Все по чесноку, да. И я... Опять же, я обращаюсь к книге. Все, что я говорю, все, в принципе, изложено или будет изложено в книге. Книга еще не вышла. Книга выходит буквально через несколько дней, и 23-го будет первая презентация в Киеве. Я помню ощущение в Сахаре, в Марокко, в марокканской Сахаре, во время гонки на этапе Кубка мира, года 3-4 назад, я помню ощущение, что... Я поймался на... В тот момент я кричал, я ехал и кричал. Я подумал, что так, что-то у меня... Перегрелся. Перегрелся. Но потом я понял, что... Ну, абсолютной свободы не бывает, но от... Я кричал реально от ощущения приближения к состоянию абсолютной свободы. Все, зависит только от тебя. Казалось бы, да. То есть, все зависит от тебя, как ты подготовлен, как ты используешь навигационные приборы, как ты хорошо знаешь технику. Вот тебе нужно там 300, через 300 километров финиш. Пройти пустыню. Это, не знаю, это непередаваемое ощущение, когда груз ответственности за себя же ложится на тебя. Твои слова. Главное для меня это финиш. Да. И вот ты к этому финишу очень тяжело шел. Ты даже к старту тяжело шел. Как складывалось это? Не с первого раза. Не то, что дошел до финиша, а и поучаствовать там. Ну, во-первых, само ралли Дакара, оно окутано, особенно для мотоциклистов стран СНГ, оно окутано какой-то мистикой, там еще что-то. То есть, до нас с Лешей Наумовым никто не смог пройти до конца, до финиша. Или случались проблемы с техникой, или люди разбивались, мотоциклисты. У тебя было и то, и другое. И техника не доходила. И даже сейчас хромаешь опять, и со сломанной рукой ехал. Это что? Ты веришь, что действительно так оно и есть? Подтверждается, да, вот этот орел таинственности? Да, да. Вы знаете, когда даже, когда даже, я на Дакаре, на юбилейном Дакаре, казалось бы, тогда Лиссабон, мы приехали в Лиссабоне, и за 18 часов до старта объявили, что Дакар отменяется, я готовился к нему. Для меня это было, еще там, не знаю, там лет пять назад, я даже себе представить не мог, что я смогу участвовать, там, глядя на какие-то картинки из Дакара, какие-то, не знаю, что-то, вырезки, читая материал, я понял, что это, что это сложнейшее испытание. А здесь я уже подготовился, и я в форме, я переоделся, и я уже готов к старту, и за 18 часов отменяют Дакар из-за угрозы терроризма. Вот. Это, конечно, удар был сильный, но, опять же, что нас не убивает, это дело сильнее. Дело наше сильнее. Начали готовиться к следующему. Да, к следующему. В 2008 году не получилось, поехал в 2009 году. В 2009 году на девятом этапе, за 6 километров до финиша, у меня вышел из строя двигатель мотоцикла. За 6 километров? За 6 километров до финиша. Пройдя сколько? 417 километров. Спецучасток был 423. Я видел финиш. То есть, стоя на дюне, на высокой дюне, я видел финиш, и практически я находился там 8 часов. На этой дюне никто подняться не мог, потому что это высокогорная пустыня Атакама, и наша техничка боевая, техничка, которая участвует в гонке, она просто-напросто не смогла туда подняться. Там даже ходить тяжело, настолько там песок такой специфический, тяжело описать это, но ты находишься на высоте более там около 2,5 тысяч метров в Атакаме, облака снизу, тебе ночью холодно, днем жарко, и техничка не смогла подняться, и я не смог устранить технические проблемы с двигателем, и в 8 утра меня эвакуировала метла. Все. Что почувствовал этот момент Вадим Притуля? Что? Ну, это же чудовищное свинство со стороны судьбы. Вот так страшно поиздеваться. На самом деле я не то, что фаталист, а я верю в Бога. Я хотел бы отметить, что так как столько времени, сколько я обращаюсь к Богу, я нигде не обращаюсь, как во время гонки. То есть ты считаешь, что это справедливо произошло? Конечно. У тебя есть ответы на эти вопросы? Я еще не был готов. Я не был готов технически. Ты не был готов пройти еще 6 километров до финиша? От девятого этапа. Впереди еще было 5 этапов, сложнейших этапов, на которых ребята разбивались, разбивались очень сильно. Значит, от чего-то более серьезного меня спасло. Спасло, да. Может быть. Кто сказал, никто не может. Я начал больше тренироваться, сделал несколько операций на руку, которая неправильно срослась. Неправильно срослась. Ну, она и так неправильно сейчас срушается, но какие-то попытки я сделал. Послушай, взрослый мужик с такой суровой биографией, с хорошей школой, соотносящей риски, цену победы, вообще ценность жизни, и ты с недееспособной рукой все равно принимаешь решение участвовать в гонке. Это что такое? Ну, как она? Она дееспособная, просто иногда приходится, так как правая рука, это и газ, и тормоз, ну, я приспособился, закидываю плечо, иногда там еще, вот, она иногда отекает, и знаменитый доктор Бубновский, доктор медицинских наук, вот он, когда к нему приходят с проблемами спины, там, или еще что-то, он все время говорит, вот, знали бы вы, знали бы вы, с какой рукой он едет, какие сложности он проходит. Хотя, я говорю, я не считаю, что что-то делаю, я делаю то, что я делаю, то, что мне нравится, преодолевая при этом какую-то боль. И до сих пор, ребята, наши гонщики из России, из Украины, до сих пор мне вспоминают мою фразу, когда я после очередного этапа на Дакаре 2009 зашел, зашел в столовую, это было очень сложно, я был весь грязный, вот, они уже финишировали, умытые сидели, принимали пищу. Я зашел, он сказал, что я здесь делаю, это сборище мазохистов. В лучшем, как бы, в лучшем смысле этого слова. Вот, на самом деле, со мной в Дакаре в 2011 году поехал сын. Я намеренно взял его с собой, 16-летнего пацана, находиться там нельзя было, ему, я написал организаторам Дакара, что мне не с кем сына оставить, вот, надо, и ему разрешили в качестве корреспондента поехать. Он увлекается мотоциклами? Он, он умеет ездить на мотоцикле, но, все-таки, чувство самосохранения, оно, оно компенсировало отсутствие моё. Ты рад этому? Я очень рад, да, то есть, я бы не хотел, я бы, честно говоря, не хотел, чтобы мои, мои близкие, мои, я не хотел бы переживать. То есть, ты не хочешь, чтобы твой сын был мотоциклистом? Ну, во-первых, это, во-первых, по-любому, это будет его выбор, мотоциклистом он не будет, как бы, я знаю, по его складу характера, но он хочет быть, попробовать себя сначала штурманом, затем гонщиком машин, на машине, и именно в дисциплине ралли-рейт. Вот, его любимый, как бы сказать, гонщик, кумир, я не знаю, как это называется, это вот, Наса Ралятия, с которым он общается, и общается, и на гонках, и они переписываются, вот, и был, был даже один такой случай, когда мы сидели, ужинали, или завтрак, ну, не помню, в Дакаровской столовой, все, и проходил Насар с подносом, я ему говорю, пожалуйста, садись, ну, здесь не убрано было, там, какие-то банки, там же, ну, это наследный принц Катара, это будущий король, это, из королевской семьи, вот, и он подошел, поставил свой поднос, убрал все это, убрал на другой поднос, и унес в мусорку все это, шокировал при этом моего сына, он думал, что, ценности другие, конечно, и я вам показываю, все, кто бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, что бы у тебя ни было, какая бы у тебя машина ни была, у тебя в пустыне нет воды, все, ты умер, у тебя нет, никто тебе не поможет, все, то есть, здесь выручка, как бы, каждый останавливается, каждый спросит, что у тебя, стоишь на мотоцикле, даже если у тебя все хорошо, все нормально, что-то, ну, ты остановился, пролетает мимо джип, вот, не останавливаясь, они выбрасывают тебе воду, то есть, вот, как это, маленькую бутылочку воды, там, вот эта взаимовыручка, ну, она, не знаю, дорогого стоит, и, где еще такое, видишь, вот, в нашем мире, когда все стараются, как-то... Тебе дорого именно вот это, или все-таки победа, или ты хочешь проверить себя, или, тебе зачем это? Что здесь тяжело, тяжело сказать, во-первых, мне нравится сам процесс, сам процесс общения с людьми, и тренировочный процесс. Во-первых, необходимо держать себя постоянно в форме. Физическое и психологическое? Психологическое, это первое. Психологическое, это на первом месте. Ну, насколько я понимаю, физическая форма тебе досталась из прошлого твоего военного. Так, так это, это ладно, а технически на мотоцикле же, это не... Если ты там, например, имея какую-то физическую, эту массу, мышечную массу, эта масса будет тебе только мешать при езде на мотоцикле. То есть, здесь нужно, здесь нужно, как бы комбинировать все. С нами участвует чемпион мира, капитан сборной Франции по регби, и я вижу, как ему тяжело. Потому что слишком здоровый. Слишком здоровый. Вот он за Дакар теряет 11-12 килограмм. Вот он все равно туда придется, все равно идет, все равно он тренируется с Ирилом Депре. То есть, я нахожусь там в коллективе единомышленников. Знаете, вот как попал в свой прайд. Но это на Бивуаке. А везде, на трассе тоже. А на трассе, когда ты один. На трассе тоже. У нас, когда ты один, ну, есть такое, как у нас, я помню, Леонид Майоров, дядя Леня сказал. Тоже весьма крупный мужчина. Да, весьма крупный. Дядя Леня мне тогда сказал, запомни, Вадик, значит, если у тебя в Дакаре нет бензина, воды и туалетной бумаги, то это твои проблемы. То есть, ты должен сам же. Но при этом, да, это все твои проблемы, соперник, это есть соревнования, но взаимовыручка, та помощь, которую оказывают друг другу на, во время прохождения трассы, она, не знаю, там, не знаю, как можно оценить это словами, там, как описать словами. Во-вторых, ну, во-вторых, может, десятых, когда видишь глаза, восторженные глаза людей, которые смотрят, что ты прошел пустыню или проходишь. Мой сын, мой сын говорит, я проснулся, 1 января я проснулся популярным человеком, потому что он за один день, будучи сидя в техничке, он раздал, там, 500 автографов, значит, раздал направо-наллево, там, люди подходят, просто люди, когда причастны к Дакару, есть волонтеры, там, еще кто-то, это не гонщики даже, там, механики, обслуживающий персонал, они говорят, да, мы прошли Дакар. И очень интересно был момент при прохождении трассы, когда мы в Атакаме находились, и бивак у нас был на берегу Тихого океана. И я помню, я помню эту картину, когда вот уже, я смотрю, где-то должен быть финиш, где-то рядом, где-то рядом. Я помню, подъезжаю, из-за дюны выскакиваю, и у меня захватывает дух, у меня перехватывает все, потому что я смотрю, впереди океан, а внизу спуск 2300 метров, и там стоят, финишный створ стоит. И вот 150 км в час с этой дюны на мотоцикле кричишь, едешь, это непередаваемое ощущение. Вот. И к чему я это сказал, когда у нас в команде поехал с нами поехал отец одного гонщика, мужчине 74 года, он просто хотел посмотреть, как это все, но при этом он помогал какие-то вещи делать, нам кофе, варил там, еще что-то. Вот. И его сын участвовал на одноместном баге, собранном менеджером нашей команды Хенком, экспериментальной баге. И вот два парня, они застряли в пустыне, их не было, информации о них не было, то есть приборы сели, там что-то. И вот я, когда проснулся в 4 утра, сидит мой сын за столом, смотрит на этого деда, который сидит в кресле и смотрит на этот спуск. Ждет. И ждет, да, ждет своего сына. Или же, когда механики сидят молча несколько часов, молча сидят за столом, ждут ночью того, кто должен прийти гонщика и их команды. это такие моменты, это настолько, здесь сыну даже говорить ничего не нужно, воспитывать его не надо. Ты не боишься, что для него это было, не боялся, что для него было, возможно, это было слишком серьезным испытанием, сидеть и ждать тебя? очень серьезным испытанием. Я себе отдал отчет, но дело в том, что первое, что у него было, он уже был закален этим, потому что в 2007 году, в 2006, кажется, я не помню, когда я потерялся в пустыне Таукум, и меня никто, меня не могли найти, связи не было, и все-таки под утро я приехал, на утро сын сказал, я не могу, папа, я уеду. Тогда он еще слишком молод был для этого. И, кстати, снимали в одной программе интервью, как я там себя вел, как воду собирал. И в этот момент сын не выдержал, сын не выдержал, но он тогда еще слишком молод был. А потом, через несколько лет, он сказал, я хочу с тобой поехать. Не впервые, он поехал со мной на тренировку в Тунис, и он влюбился в пустыню, в Сахару, вот, и сейчас, я думаю, что при каждой возможности я буду брать его на тренировки, но сейчас не получается, через неделю мы едем на сборы в Сахару, в Марокко, сборы команды, это будет тест новых мотоциклов, мы будем смотреть работу амортизаторов, работу вообще всех агрегатов, и я сейчас не могу, потому что он поступил в университет, учеба прежде всего. Плавно теперь мы подошли к вопросу техники, расскажи про своего боевого коня, почему именно эта модель? У нас, мы ездим, я гоняю в команде Team Honda Europe, соответственно, мы выступаем на мотоциклах Honda, модели CRF450X, она называется сейчас Dakar Version, ее дорабатывают в Голландии, частично в Великобритании, где находится представительство Honda на Европу, то есть мы тестируем, мы придумываем что-то, мы облегчаем мотоцикл, работает целая бригада механиков, сейчас наша команда, я могу сказать, что в связи с тем, что все четыре участника команды, которые стартовали в прошлом году, дошли до финиша, это 100% результат команды, на Dakar это очень большая редкость, и после этого команда была засыпана, менеджмент команды был засыпан заявками на участие в Dakar именно в этой команде, хорошие мотоциклы Honda, бесспорно, и великолепный менеджмент в самой команде, обслуживание, техническое обслуживание, дорабатываем от педали до амортизатора, от поршня до выхлопной трубы, все это, каждая тонкость, деталь, она продумана, продумана, продумана. Есть какая-то генеральная линия изменения конструкции, доработки, или каждый спортсмен говорит, нет, мне вот сделайте чуть повыше, мне чуть пониже. Да, то есть мы делаем чуть повыше, чуть пониже, вот, например, сейчас мы пришли к тому, что я вот еду, постоянно в стойке, немножко согнувшись, у меня болит спина, что делать? Нужно поднять мотоцикл, то есть поднять руль, поднять сидушку, поднять все это, но при этом поднимаешь центр тяжести, вот, а на поворотах, когда вот пустыня, болтает, все, что мы сделали, мы сейчас экспериментально, сейчас будем в Марокко экспериментировать, мы на 3,5 сантиметра опустили педаль, вот, сделали кронштейн, все, то есть посмотрим, почему бы и нет, то есть я разгружаю спину, я иду увереннее, и я иду увереннее, из-за того, что центр тяжести ниже, то есть посмотрим сейчас, как, это вот тренировка в Марокко, она покажет, насколько мы правы, насколько мы все, то есть, ты что-то говорил по амортизаторам, амортизаторы, да, амортизаторы, великолепные амортизаторы, это Рейгер, такие же, это той же фирмы, которая использует команда КАМАЗ, мастер, они делают специально для нашей команды, это голландцы тоже, их офис недалеко находится, от офиса команды Team Honda Europe, и, ну, я могу сказать, со стопроцентной уверенностью, то, как отрабатывают эти амортизаторы, бывали, бывали такие случаи, там, на огромной скорости влетали в волнистые препятствия, подкидывал мотоцикл, то есть, все, отрабатывали, амортизаторы отрабатывали, поэтому, у меня сейчас доверие к ним очень высокое, и то, что могло выбросить на других, съедало все это, вот. Насколько последний Дакар вообще был, я понимаю, что он не может быть гладким, но все-таки, вот шло так, как ты планировал, или все-таки приходилось что-то пород? Шло два с половиной дня, как я планировал, было практически сто восемьдесят четыре участника, мотоциклистов, мотоциклистов, примерно, цифра на старте была. Задача у тебя была войти в полтинник? Задача, да, была войти в полтинник, и первый день я финишировал где-то в районе, не помню, семидесятки, восьмидесятки, что-то такое, великолепный результат, значит, я перемещаюсь в первую группу, потихонечку, потихонечку иду. То есть, стратегия такова, ты едешь в своем темпе, не допуская ошибок, допускают ошибки другие, ты потихонечку перемещаешься, перемещаешься. Марафон не выигрывает за один день. То есть, марафон, едешь, едешь, едешь в своем темпе. Второй день, супер, то же самое, я немножко там какой-то 85-й был, в общем зачете я перемещаюсь. На одну-две позиции перемещаюсь. И вот третий, третий день я иду в отличном темпе, где-то уже в шестидесятку где-то вхожу по времени, обгоняю очень многих там, не знаю, может даже еще и выше. Случайно вот я цепляю из-за того, что у меня рука. То есть, все-таки сказалось. Ну, конечно, да, я цепляю передний тормоз. И все, и падение, страшнейшее падение на камни в горах, 20 километров до финиша, пройдено 400 там чем-то километров. У меня падение, я ломаю ребро, травма руки, рука трясется, я думал, что я сломал ее. И сотрясение, получил сотрясение. Ну, пришел в себя, там, не знаю, около получаса я стоял, и управляя одной рукой, я доехал до финиша, хотя на пути к финишу был тоже курьезный случай. Я, медленно не поедешь, ну, где-то шел, где-то, квадратов 100 в час. Это что значит, медленно не поедешь? Медленно не поедешь. Если ты медленно поедешь, то чем медленно ты едешь, тем дольше ты едешь, тем меньше тебе отдыхать. Все. Здесь говорят, вот как ехать? Едь аккуратненько, едь медленно. Как медленно ехать? 800 километров в день, как медленно ехать? Ну, поэтому и... Ну, аккуратно ехать, аккуратно, но поэтому и тренируешься на высоких скоростях, внимание, концентрация внимания, это обязательно. Вот. И я километров 100 в час еду по горной дороге, остается, не знаю, там 10 километров до финиша, все. Я просто надоест, вот просто еду доехать мне. Вот. А там я уже приму решение, ехать мне дальше или не ехать. И кустарник, деревья, узкая дорога, и вот огромных размеров выходит свинья. Вот. Еще у меня такой... Дикий кабан? Нет, 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 трезубец. Ну, какая-то деревня была рядом, и вышла свинья на дорогу, все, ни вправо, ни влево. А я 100 километров в час, и думаю, и в последнем... Ну, я даже не избавлял газ. Вот. Я понял, что бесполезно все же. Вот оно. И она делает несколько шагов вперед, все, я проезжаю, цепляю ногу, хвост ее, все. И вот через несколько секунд я начинаю чувствовать, как бьется сердце. Да, 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 такой выброс адреналина. Чуть судьба не подложила тебе свинью. Через несколько минут я подумал, вот заголовки будут в статье, что хохо, в Аргентине все-таки нашел свиньи. Вот. И, ну, и смешно, и, как бы, я пришел... А все могло бы закончиться совсем не смешно. Я уже там, грубо говоря, всем говорил до свидания. Скорость высокая, горы, камни, все. И вот, на те препятствия. Совершенно, совершенно случайно, неожиданно, да, это не обрыв, не еще что-то, не столкновение с машиной, там, ничего. Все, это вот, вот, животное все. Но, слава Богу, все было хорошо. И на следующий день я, у меня скорость совершенно упала. Я ехал на обезболивающих, ну, я неправильно... То есть, настолько плохо себя чувствовал, что ехать в нормальном боевом режиме не было возможности? Во-первых, да, во-первых, я не мог уснуть, я не мог дышать. Сломанное ребро? Сломанное ребро, и у меня боль была, и я проснулся, сыну ничего не сказал, значит, пошел все-таки к французам, к организаторам, взял таблетку, выпил, и поехал. И 600 километров я ехал очень долго. Моя средняя скорость была около 30 километров в час, но по пустыне. Были мысли отказаться? Сойти здесь? Значит, вот я хочу, я финишировал, и подходит мой сын и говорит, папа, это безумие, это просто безумие, что ты делаешь? Если ты 30 километров в час будешь ехать, завтра у вас этап 800. Ты представляешь, что тебе сутки нужно будет ехать, и опять выходить на старт. 30 километров в час, это не по асфальту ехать, это вот пустыня, горы, все это. Но у меня, соответственно, у меня скорость падает, потому что где-то на камнях там, раз, 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 и все. Да, останавливаешься, чтобы передохнуть все. Ну, я сказал, он говорит, надо, подумай, папа, может быть, откажешься. А, это было вечером, а потом на завтраке. Он говорит, ну что ты решил? Он говорит, я сейчас решу после завтрака. Я подошел, и вот участница нашей команды, Мириан Пол, она прошла 6 Дакаров в свои 27 лет, сейчас она менеджер команды нашей Team Honda Europe. Я подхожу, я говорю, Мириан, я не знаю, что делать. Я просто не знаю, что делать. Я просто это ей сказал. Имея в виду, и она это прекрасно понимает, что я имею огромное желание пройти Дакар, что я тренировался, что я затратил массу энергии, массу средств, и все. И тут я должен закончить гонку. Что мне дальше делать? Она посмотрела на меня и сказала, never give up. Все. И потом она уже сказала, я знаю, что ты сможешь. Несмотря ни на что, ты сможешь. И когда я вернулся в лагерь, сын на меня смотрел, я задал ему один вопрос только. Я говорю, ты залил солевой раствор в мой камелбек? Он сразу все понял, что я еду, что я участвую, все быстро-быстро. завертелось. И все. Да, на обезболивающих я ехал, все как бы, но результат, все, я на финише. Я доехал, я прошел это ралли, несмотря ни на что. Был предпоследний сложнейший этап, я не знаю, там, 550 километров по такой пустыне. Смесь песка, болота, горы, отказ двигателя, проблемы с электропроводкой, падение, жесткие падения на камне. Это уже со сломанным ребром. Да, 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 Финиш ночью, в 3 часа ночи, старт, опять же, там, я помню, я говорю, сколько, последний, вот, заключительный этап, заключительный день, я сына спрашиваю, сколько сегодня ехать, сколько? А он говорит, до старта 300. А я еду, прокручиваю роутбук, смотрю 300, 350, 400, 400, до старта 500 километров было. А он, специально, да, чтобы поддержать меня, я еду, я еду, я просто, как бы, смеялся, знаете, когда, когда на заключительном, там, заключительный поворот, я прокручиваю роутбук, прокручиваю, и написано его рукой, красавчик ты сделал это. У меня слезы, я пересекаю финишную черту, все хорошо, что я очки не снимал, значит, тут шампанское, все там, команда подбегает, шампанским поливает, я думаю, вот хорошо, что они шампанским поливают, что не будет видно красный глаз, снимаясь, я думаю, что вы делаете? И ни разу ты не пожалел, что, вот, в самой гонке ни разу не было так тяжело, чтобы ты еще раз подумал о том, что, может быть, это было очень тяжело, было несколько раз было, когда я не мог забраться на скалу, это один раз, и еще один раз, когда директор Дакара, это такая, это наша тайна с ним, с директором Дакара, он подлетел на вертолете, долго висел надо мной, когда я тоже забирался на скалу, падал, забирался, падал, он, он сел, сел на вертолете, вышел, я говорю, я смогу, смогу, я сейчас передохну и смогу, он говорит, садись на вертолет, садись в вертолет, я говорю, нет, я не сяду, я никому не скажу, я сел в вертолет, его помощник, мотоциклист, участник многих Дакаров, француз, он сел на мотоцикл, поднял мотоцикл на скалу, меня подняли на скалу на вертолете, мы сели и уехали, то есть, это, я говорю, наша такая тайна была, вот, и, не знаю, каждый день, два-три случая таких, что ты думаешь, но я всегда улыбаюсь, я всегда улыбаюсь, потому что я знаю, что я буду вспоминать, как я буду вспоминать об этой сложности, вот, которую в данный момент я буду вспоминать, я думаю, как я буду вспоминать о ней завтра, послезавтра, через год, вот, если я откажусь сейчас ехать, то я... То нечего будет вспоминать, то я как-то вот так буду вспоминать, ну, вот так, а я предпочитаю вот вспоминать с широкой улыбкой, То есть практически этот путь ты выживал, но называешь это гонку интеллектуальной. Да, реально я выживал, потому что гонка на выживание. А в чем такая интеллектуальность? Сейчас я расскажу. Для всех Дакар разный. Для заводских команд это борьба за пьедестал. Для любителей, таких как я, это дойти до финиша. И если ты попадаешь в конец гонки, то есть как у меня случилось, то действует обратная спираль. Каждый день ты позднее финишируешь, меньше отдыхаешь, медленно идешь, и пошел, накапливается, 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 и чревато падениями, и сходом, соответственно сходом. И как ты себя, понимая это, особенно во второй части гонки, понимая это, что ты находишься, и ты каждый день идешь в обратную спираль. Закон нисходящей спираль, и обратно, да. Да, да. Значит, вот здесь надо самим разговаривать, самим собой. Психология. Да, да. Вот. Потому что ребята очень многие сходили, я помню, как мы попали в каменную ловушку, спустились с дюны, а там каменная ловушка, все. И вертолеты кружились, ждали, когда кто откажется. Вот трое отказались, мы, а трое поехали. И вот мы все втроем были на финише. Два испанца, и я были на финише. Немцы, там еще ребята отказались, они, потому что невероятно, мы продвигались там, значит, два километра в час. Мы там, камни, там, огромные валуны с мотоциклами, куда их тащить на себе, все это. Вот. Трасса длинная, все. Ну, такая. Интеллектуальная, почему интеллектуальная? Потому что, во-первых, это не просто сел и давишь гашетку, а ты же читаешь, у тебя куча приборов, у тебя азимут, у тебя роутбук, ты сверяешь это все с местностью. Ну, не знаю, вот как, меня спрашивают, как вы едете? Ну, хорошо, вот штаны, да, дорога раздваивается, у тебя нарисовано левый поворот, там, 165 градусов. Вот ты идешь, 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 смотришь, вот он поворот, вот он поворот, а где твоя дорога? А может быть, там еще несколько тропинок, да, вот, и раз, 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 и у тебя высвечивается там 185 градусов, ты да, не останавливайся, ты не останавливаешься, не смотришься, это все на скорости. Это кажется, кажется, что все знают трассу, а ты едешь и читаешь, и смотришь, и сравниваешь. То есть компьютер все время в режиме реального времени? Это реально, если ты о чем-то другом думаешь, не знаю, там, о цветах на финише, или же там, какой ты герой, типа, вот, или еще что-то там, все, это через пару километров ты уже лежишь. Вот, вот, постоянная концентрация, дорога, 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 смотреть опасные участки, пропустил один опасный участок, три воскресательных знака пропустил, все, до свидания, там, или унесли, увезли вертолет, или еще что-то, вот, но, вот, поэтому я называю интеллектуально, потому что голова должна постоянно работать, и смотришь, смотришь, как... Что для тебя тяжелее? Физически или, вот, интеллектуально? Отчего больше устаешь? Ну, не устаешь. Или устаешь так, что вообще уже не понимаешь? Дело в том, что, когда, понимаете, когда едешь и читаешь, и это совпадает с маршрутом, куда ты едешь... Тогда приятно. Да, ты получаешь вообще удовольствие такое. Когда, было несколько раз, когда я сбивался, я вообще не знал, куда ехать. Вот здесь немножко такое отчаяние, но я думаю, так, ну, потерял время, ну, все, ну, теперь борьба за минуты уже уходит на задний план, да, то есть, ну, ничего, в следующий раз поборемся там за минуты, а сейчас надо просто выйти. Выйти и, значит, дойти до финиша. Все. Потому что никто тебя ждать не будет. Гонка идет дальше, каждый день дальше, дальше, дальше. А когда у тебя пришли мысли написать книгу? После гонки? Или на биваке, когда ты спишь? А если ты так работаешь, и все мысли заняты работой, то когда рождаются эти ощущения, которые ты пытался передать? Знаю, я пишу тогда, когда меня ничего не отвлекает. В основном это или в самолетах, или ночью. Специально я сел писать, я не писатель, это не основная моя работа, но я помню, не знаю, там, практически каждый момент, каждый поворот, там, ну, так, образом, каждый день я помню. Я помню каждый день на Дакаре, я помню каждый день на этапе Кубка мира, я помню каждый день какой-то гонки, центрально-европейское ралли, там, не знаю, там, африканское, там еще что-то. Я каждый день помню. Я помню, как мы выезжали, помню, как мы стартовали. То есть это настолько яркие впечатления, настолько, когда что-то такое настоящее и опасное, и вот концентрация всего, оно настолько врезается в память. И я хотел просто передать свои ощущения, хотел передать и то, что, ну, просто хотел рассказать, что, например, мама мне написала четыре листочка своей рукой, написала молитвы, там, 90-й псалон. Она сложила, в разные места мне положила, говорит, читай перед стартом. Все, и каждый раз я читаю. Вот, каждый раз перед стартом я читаю. Если я не успеваю, то я еду, читаю, там, «Отче наш», читаю, товарищи, что-то. Вот, я тоже об этом хотел рассказать, вот, поделиться и о своих переживаниях, о том, как меня отливали, там, я лежал без сознания, индейцы поливали водой, там, отливали, вот, я им спасибо. Это где такое было? Это было в Чили. Я потерял сознание, это описано в книге. Не знаю, там, когда, у меня столкновение было с КТМом, когда разбил все баки, бензин вытек, вот, и жара, там, за 50 градусов, я стою, вообще никого, ничего, индейец какой, не индейец, там, не знаю, там, аргентинец, на лошади прискакал, я говорю, амиго, нафта, нафта, нафта. А он вскакал на 2 часа через 2 часа. И понял. Через 2 часа, да, ну, нафта – это бензин, да. Вот, через 2 часа прискакал, привез, там, 2 литра бензина, все, вот, в пустыне. И вот я еду, я останавливаюсь. Вот, или, или когда остается 50 километров до финиша, в дюна, прошел дождь, дюны непроходимые стали, я упал, то ли потерял сознание, то ли еще что-то, то ли заснул. Ну, проснулся и разговариваешь с самим собой, то есть все, настал часть истины, вот, Вадюша, вставай, или ты встал. А если ты сейчас не встанешь, то что ты будешь своему сыну говорить потом? Доехать не смог, или еще что-то, сил не было. Это все равно, что памперс не поменял. Вот, вот, захотелось об этом поделиться с другими. И так книга называется? Мой Дакар. История одной гонки длиной в жизнь. И почти, да. Почему длиной в жизнь? Да потому что она не имеет конца. Я, 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 здесь описан Дакар 2009, вот, мои ощущения, я сейчас уже приступил, ну, как бы, ближе, ближе к середине о Дакаре 2011 года. А сейчас собираюсь поехать на Дакар 2012, Аргентин, Чили, Перу. Новые ощущения, новые страны, новое, вот, вот, я думаю, что это нескончаемый процесс, и поэтому длиной в жизнь, гонка, вот. И здесь описано и детство, и еще что-то еще. Ты мечтал в детстве о Дакаре? Я мечтал быть, я мечтал быть, я мечтал быть знаменитым спортсменом. А стал военным? Да, 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 ну, нет, ну, нет, ну, я занимался, я занимался греко-рибской борьбой, там, был чемпионом, там, играл в футбол, там, но, как бы, вот, а потом, потом мне захотелось сделать то, кто мало, кто сможет сделать, и кто еще у нас ничего не сделал, что-то. А был страшно, что не получится? Ну, я не знаю, нет, я не думал, что не получится. Ведь страшно ощутить себя вот неудачником, а в таком деле очень легко ошибиться и промахнуться. Согласен, я был на 100% уверен, что я пройду. Почему? Да, потому что мне все говорили, там, не знаю, профессиональные спортсмены, мотокроссмены, там, в Казахстане, там, еще что-то, они так скептически, я помню, я помню, как, говорят, да, 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 тренируй, да, пройдешь, пройдешь. Поворачивались и говорили, вот, когда еще в Португалии старт был, в Лиссабон, Дакар, вот, и четыре дня была, гонка проходила по материку, по Европе, и, значит, и так развернулись, сказали, ну, по Европе по асфальту проедет, а до Марокко... А тебя это зацепило? Ну, не то, что зацепило, я даже, да, даже ничего, потому что я до этого был в Марокко, хорошо, я проехал, да, гонки, они меня закаляли, я набирался опыта, я набирался опыта, и сейчас я могу сказать, что в ралли-рейдах у меня гораздо больше опыта, чем, не знаю, у чемпиона по мотокроссу, потому что это совершенно два разных вида спорта, вот, вот, поэтому, ну, может быть, зацепило. Может быть, так, но я никому ничего не собираюсь доказывать, я делаю то, что мне нравится, вот, и действительно нравится. Мне тоже позволили не поверить тебе, по крайней мере, себе-то ты как раз доказываешь. Нет, нет, даже себе не доказываю, потому что, может, именно, вот, нравится и все, вот, нравится вот, вот, вот эта тусовка, нравится тренироваться, и нравится ощущение, что ты, что ты в 40 лет можешь какие-то, в 40, извините, в 44 уже, можешь что-то делать физически и ощущать себя мужчиной. Делать то, что не могут делать очень многие. Ну, в принципе, просто ощущать мужчина ощущает себя мужчиной, все. Итак, цель достигнута войти в полтос. Нет, цель не достигнута, она, финиш, был финиш. Вот, был финиш. Все. Я думал, что я сейчас буду там танцевать, плясать, там, ничего подобного. У меня какое-то, немножко какое-то опустошение такое было. Сразу после финиша? После финиша, вот сразу. Потому что было, долго было какое-то дело, цель, а теперь ее нет. Это раз, а потом я говорю, слушай, ты что, ты что делаешь, как это, как это, а ты первый прошел Дакар, первый украинец, который прошел Дакар, вот, нас двое ССН, я прошел Дакар, а два раза еще никто не проходил, тоже. А потом будет три. Да, и ты занял там 87-е место, как говорят, из 94, я говорю секундочку, из 184 стартовавших, а не из 94 финишировавших. Вот, и, а теперь у меня, у меня же еще сколько позиций вперед идти, сколько, вот. Так что, здесь работа непочатый край. Правда ли, что в одном из интервью ты сказал, что готов пройти Дакар на любом транспортном средстве, кроме квадроцикла? Или пресса опять врет? Нет, я сказал, что, знаете, как, я сказал, что самая сложная дисциплина в Дакаре, мне так кажется, это на квадроцикле. Мы идем не на воздухе, а на мусе, мотоциклисты. Они идут все-таки на воздухе, и я как смотрю, когда они стоят на обочинах, квадроциклисты меняют, меняют свои колеса, пробивают там, потому что рваные камни, особенно вот, когда это в Марокко, там еще что-то, там по руслам рек идешь, вот. И идти одной колеей, вернее, одним колесом идти в колее, другой где-то на обочине, они же уже, чем машина. Вот, это очень сложно. Но, один раз я подошел к Герлену Шишери, давний товарищ, мы с ним еще по горнолыжному спорту знакомы, лет 12 назад мы с ним познакомились в Шамане. И я ему говорю, слушай, я говорю, ты просто сумасшедший, ты так ездишь, я просто вот ни за какие деньги не сел бы к тебе в машину штурманом. А стоит штурман с Герленом и говорят, слушай, я бы ни за какие деньги не сел бы на мотоцикл. За мотоцикл. А, он же, я ничего не могу сделать, он же рулит, и вот последний Дакар вот доказал. Мы сидели с ним, вот пять минут сидели, через пять минут он пошел тестировать машину и провалился в пропасть. Разбил машину, все, сошел соревнование. Вот, хорошо, слава богу, живой остался. Вот, то есть, штурманом, штурманом я не поеду ни с кем вообще, потому что ничего сделать не можешь, просто ты командуешь там или что-то. А, поэтому я хочу поехать и нести ответственность за штурмана, я тоже не хочу. Поэтому сейчас я веду переговоры с нашей же командой по поводу участия, возможно, в каких-то соревнованиях попробовать на одноместном баге. Ну, тоже одноместный. Опять хочешь отвечать эгоист, только хочешь отвечать за себя. Ну, типа да. А, то есть, тебе все-таки немножко надоело на мотоцикле? Ты понял, что это такое? Нет, но мотоцикле не надоело, просто я как бы отношусь как бы с прицелом, смотрю, я же не мальчик. Ну, в общем, и не девочка. Ну, да, но сколько еще? Хотя, знаешь, у нас в Трансориентале участвовал гонки Санкт-Петербург-Пекин, участвовал 63-летний мотоциклеист. Ну, правда, он два этапа прошел или один прошел, все. Но, как бы, есть, вот как я писал песню сыну в стиле рэп, и она получилась длинная, и мы сделали фильм. И в конце я там написал, и пока еще не стар, welcome, Вадик на Дакар. То есть, на мотоцикле. А машина все-таки, она раздвигает возрастной барьер. И, ну, да, там, сейчас вот буквально мы вчера разговаривали с Жанром Рюксмиссером, вот, какие он результаты показывает в свои 60-ты и плюс. Вот, один из лучших гонщиков мира, и до сих пор вот в строю. Так что работы не почат, не край, еще раз повторяюсь. — Скажи мне, вот если бы ты сейчас рядом с собой увидел вот такого же молодого, ну, начинающего гонщика, как видели те люди, которые скептически на тебя смотрели, ты бы сейчас что ему сказал, когда бы знал, что он собирается пойти на Дакар? — Ну, здесь, не знаю, там, если... Я не уверен, что второй такой появился в моем возрасте. Но, во-первых, те советы, которые я даю даже молодым ребятам, которые, мотоциклисты, хотят участвовать в ралли-рейдах, это идти в своем темпе. Свой темп во всем. То есть трезво оценивать свои физические кондиции и не рисковать, вот как я раньше делал, меня обгоняют, я думаю, ах, и цепляюсь за него. Цепляюсь, допуская ошибки, разбиваюсь. Или иду, 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 вижу, кто-то вдалеке идет дымок такой, пыль, пыль. — Начинаешь догонять. — Я начинаю прибавлять, догонять. А сейчас, сейчас спокойно, тихо, идешь в своем темпе. То есть она, появляется какая-то мудрость. И я хотел бы начинающих мотоциклистов, кто именно в ралли-рейдах. И все, то есть успех на ралли-рейде, он заключается в финише каждой. Финишировать каждый день нужно. Каждый день финиш, и тогда этот финиш каждый день складывается в успех в марафоне. — А вспоминая себя, ты бы что-то изменил? — Ну, это если бы, так об этом, ничего уже не изменилось. — А гонка-то интеллектуальная, и ты собираешься в ней участвовать еще? — Да, да. — Значит, ты как бы учишься сам совершенствовать? — Да, конечно. То есть я анализирую, я анализирую. — Вот сейчас основная работа. Сейчас основная работа, сейчас у меня задача еще сбросить вес, потому что килограмм, не знаю, 5-6-7. Я нормально сейчас чувствую себя, вес идет вниз, больше такой функциональной работы физической. И сейчас, я думаю, 2-3 тренировки в пустыне, это Марокко, и 2 тренировки в Аравийской пустыне, в Ливе, 300 километров от Абудаби. По трекам гонки Абудаби Дезерт Челлендж мы будем по трекам идти тренироваться. Я буду, и несколько ребят на машинах, на мотоцикле я один буду. Опыт, 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 работа с тренерами, как правильно сидеть, как правильно поворачивать, это во всем нужен профессионализм. Особенно, если это топовая гонка, значит, ты должен соответствовать этому. — И все-таки от чего зависит, будешь ли ты выступать на мотоцикле или пересядешь в баги? — Я бы хотел еще раз, я бы хотел пройти африканскую гонку, африканский Дакар, по маршруту африканского Дакара. Мне очень нравится африканская Сахара, поэтому, даст Бог, если я пройду южноамериканский Дакар, я бы хотел еще на мотоцикле успеть в своем возрасте, пока не стар, пройти африканский. Африка Рейс или если перенесут туда Дакар или еще что-то, я бы с удовольствием поучаствовал. А затем уже пробовать как бы инъекционно пробовать себя на баги. — Тренировки на баги уже идут какие-то? — Я один раз пробовал в прошлом году, и неплохо получается. Дело в том, что очень многие мотоциклисты, ведущие мотоциклисты топовые, вот так же, как взять Стефан Петранцель, он был победителем Дакара на мотоцикле, он же побеждал и на автомобиле, кого еще взять, Нане Рома, так же. Дело в том, что мотоциклист, он принимает, очень быстро принимает решения, потому что он предоставлен сам себе, нет штурмана, штурман не подскажет тебе о чем-то. — Ну и в баге штурмана тоже нет. — Ну вот поэтому уже есть опыт поведения, индивидуального поведения, один на один как бы. — Но при этом ты будешь ставить какую-то планку, вот в полтинник, в двадцатку войти? — Я, конечно, буду ставить. То есть в классе я захочу войти, я захочу победить в своем классе, в баге. Вот здесь уже, как бы я, если в мотоцикле с моими навыками это невозможно, то в баге, да, я очень много тренируюсь на машине даже. Я в неделю могу проезжать по нескольку тысяч километров, я сажусь спокойно. Сажусь в Москве, мне нужно там навстречу в Киев, я на самолет не летаю. А я сел, проехал туда-обратно, без снабжения, ничего. Вот это тоже часть тренировки. — В общем, планов громадьё, и мне очень хочется, чтобы всё у тебя сбылось. Самое главное — береги себя, здоровье. Друзья, напоминаю, что в гостях у меня был Вадим Притуляк, мотогонщик, который стал им совсем недавно. Он прошёл Дакар, ещё и написал книгу о том, как он этот Дакар прошёл, и будет продолжение. Успехов тебе, друзья. Вы смотрели телеканал «Автоплюс». Меня зовут Сева Кущинский. Спасибо, что были этот час с нами. Думаю, что вам было интересно. Всего доброго. Берегите себя. Счастливо. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»